Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об алкоголизме. На наши вопросы ответит заведующая наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Ольга Федоровна Закольнова. Об обвиняющих свойствах спиртных напитков известно уже не одно тысячелетие. Люди научились изготавливать спиртные напитки тогда, когда появилась керамическая посуда. То есть это очень-очень много лет назад. Алкоголь же в чистом виде вывели впервые в 7 веке арабы и назвали его алкоголь, то есть одурманивающий. Редкая семья, которая не коснулась бы от такой заболевания, как алкоголизм, зло, которое не только для пьющего человека, зло для нашего общества, зло для семьи. И вопросов больше, чем ответов. Поэтому сегодня мы эти вопросы и хотим задать нашему специалисту. Что такое алкоголизм? Как он проявляется? Это один из вопросов, которые поступают к нам, например, в Центр медицинской профилактики. Алкоголизм – это не просто привычка, не просто баловство. Алкоголизм – это хроническое рецидивирующее заболевание, вызванное приемом алкогольных напитков, которое характеризуется следующими признаками. Изменение реактивности, наличие физической и психической зависимости. Как любое другое хроническое заболевание, имеет в своем развитии определенные стадии. Начальная, средняя стадия и конечная стадия. Нужно сказать, что алкоголизм никогда не разорвется у того человека, который вообще не употребляет алкогольные напитки. Развитие у этого заболевания предшествуют некоторые факторы. Имеет значение и наследственность, имеет значение особенности личности, особенности развития человека в семье, внутрисемейное отношение. Имеет значение также и социально-культурные условия, в которых находится человек. Первым признаком развития алкоголизма является изменение реактивности. Что это такое? Любой человек, когда употребляет алкоголь, он чувствует на себе это воздействие. Оно может быть приятным, может быть неприятным, но психическое состояние изменяется. Как правило, в самом начале человек употребляет алкоголь изредка, в малых количествах, в каких-то определенных ситуациях. Но в дальнейшем по мере употребления алкоголя меняется способ употребления алкоголя, меняется его частота. Если раньше спиртное употреблялось по праздникам, по каким-то определенным событиям, то тут уже формируется какая-то цикличность, периодичность употребления алкоголя. Допустим, формируется привычка употреблять алкоголь с усталости, с физической, с психической. Человек начинает уже готовиться к предстоящему приему алкоголя, скупает спиртные напитки, он подыскивает компанию, подходящую ему по интересам. Человек чувствует состояние психического комфорта только в состоянии опьянения. Если раньше алкоголь улучшал настроение, повышал психическую и двигательную активность, то в этом случае при развитии алкоголизма вне опьянения человек чувствует подавленность, раздражительность, тревожность. И он с трудом замечает, что улучшение настроения, хорошее самочувствие развивается только в состоянии опьянения. Человек может ждать, когда у него наступят алкогольные эксцессы, состояние опьянения, все силы прикладывать, ускорять события алкоголизации с тем, чтобы оказаться в состоянии душевного комфорта. Часто говорят о белой горячке. Белая горячка – это осложнение алкоголизма. А что это такое? Белая горячка – это простонародное название алкогольного делирия. Это проявление металкогольного психоза. Вызывается накоплением в организме продуктов распада алкоголя, который вызывает крайне токсическое воздействие на головной мозг. И развивается после резкого прекращения длительной алкоголизации. Как правило, у больных пожилых, истощенных, физически утомленных, при наслоении каких-либо воспалительных или других истощающих заболеваний. И в таком состоянии он бывает опасен и для себя, и для окружающих, потому что галлюцинации, страх, выраженная тревога сопровождается психомоторным возбуждением. Человек спасается, отмахивается, может совершить и аутоагрессивные действия, и повредить кого-то из окружающих. Это состояние является неотложным в наркологии, и такой человек обязательно нуждается в госпитализации и проведении специализированной интенсивной терапии. В нашей стране стало очень много женщин, которые выпивают. Они не просто выпивают, они страдают алкоголизмом. Чем же отличается алкоголизм женщин от алкоголизма мужчин? Главное отличие женского алкоголизма в том, что он протекает гораздо тяжелее и труднее поддается лечению. С чем это связано? Это связано с особенностями нервной системы, особенности психики женщин, особенности реагирования ее на стресс, на различные сложности. И тенденцией последнего времени являются употребление, злоупотребление женщинами слабоалкогольных напитков. В основном пиво. Женщины, злоупотребляющие алкоголем, редко вынашивают ребенка, плод до окончания срока беременности. Дети, рожденные у пьющих матерей, имеют малый вес, отстают в нервно-психическом развитии. Есть даже такое понятие, как фитальный синдром плода. То есть это комплекс физических уродств, психического недоразвития и другой патологии, которая развивается у женщины, которая употребляла алкоголь во время зачатия или после зачатия, во время беременности. Подростки. Как часто мы видим с вами подростков с пивом или каким-то слабоалкогольным другим напитком, иногда и с водкой? Изменяется ли стиль жизни у подростка под влиянием алкоголя? Очень много подростков злоупотребляют спиртными напитками. И чаще всего это слабоалкогольный напиток. Поначалу незаметно употреблял подросток алкоголь или не употреблял. Как правило, происходит первое употребление в семье, а потом уже в компании. Любому подростку нужно самоутвердиться в среде равных ему. Это происходит, как правило, в 13-15 лет у мальчиков. Особенно, когда есть отрицательный лидер в компании, алкоголизирующий. Чтобы не упасть в грязь лицом, чтобы достичь какого-то авторитета в этой маленькой компании, ребенок приобщается к выпивке в компании. А потом уже к 18-19 годам происходит изменение реактивности. И наш ребенок, подросток, выпивает уже один или вдвоем, или уже совершенно в другой, но уже алкогольной компании, где нет тех ребят, которые не выпивают, которые не могут его как-то отговорить. Каждое заболевание можно предотвратить. Какова же профилактика алкоголизма? Профилактика алкоголизма хороши все методы. Это и первичная профилактика, и пропаганда здорового образа жизни, и воспитание семьи, воспитание детей, воспитание общества, ограничение на продажу алкогольной продукции, наглядная агитация, работа радио, телевидение, работа группы взаимопомощи, работа волонтеров, лекции, все что угодно. Какое-то зерно из того, что говорим мы медики, говорят педагоги, говорят, показывают средства массовой информации, всегда упадет на благодатную почву. Но самое главное для, я считаю, профилактики алкоголизма, это формирование трезвеннических устоев в семье. Потому что, как я уже говорила в начале, 60% детей впервые попробовали алкоголь из рук родителей. Если семья не пьющая, если есть положительный лидер, положительный пример не пьющего человека, если правильно формируется воспитание ребенка родителями, вряд ли ребенок будет злоупотреблять алкоголем. Дорогие друзья, мы с вами поговорили об одной из насущных проблем нашего общества – алкоголизме. Если вдруг вашу семью коснулась эта беда, нужно действовать сегодня, завтра будет поздно. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова